Юрий Сальников и Александра Дубина – психологи. Долгое время они работали по специальности, но однажды решили кардинально изменить свою жизнь. Семья давно увлекалась белорусской культурой и бытом в самых разных его проявлениях. Но интерес к ткачеству проснулся первой у Александры, как и полагается, истинной женщине. Саша вышивает, и она в один момент попросила сделать бердо, попробовать, что это такое. Я сделал ей, сделал себе. И вот у нас было два инструмента, начали ткать, и я как-то вовлекся. Саша бросила, продолжает вышивать, а я вот уже такую почти пять лет. Начинал Юрий с видеоуроков на Ютубе за пять лет. Брещанин соткал десятки различных изделий, но в приоритете всегда оставались пояса. Уже тогда ремесленник задумался над созданием более повседневной одежды или атрибутики, которая будет напоминать о том, что мы белорусы. Мне всегда хотелось, чтобы традиционная культура попадала в современный контекст. И, соответственно, я начал делать какие-то там браслеты, кулоны. Сейчас вот у меня серьги появились. Ну, то есть мы начали делать украшения, которые можно носить каждый день, но в то же время они выполнены в колористике традиционной, в традиционных технологиях. Такие браслеты и серьги оказались весьма востребованы среди брещан. У ремесленника есть постоянные клиенты, которые покупают эти изделия и в качестве подарков. Юрий отмечает, стоимость ручной работы всегда высока, но за качество заплатить стоит. Шерсть и хлопок – обязательная составляющая любого хендмейда, а дизайн разрабатывается в тандеме. И в этом деле фантазия умножается на два. Мне раньше казалось, что у меня нет фантазии. Когда мне говорили, придумай какую-то идею, я такая, а что? А потом, когда начинаешь этим заниматься, вот просто начинаешь делать что-то, что ты умеешь. Кажется, ну, какая-то незначительная вещь, ты ее начинаешь делать, и в процессе, ой, и это хочется, и вот, а можно и так, и это. Когда ты уже начинаешь понимать структуру, как происходит производство изделия, то в итоге понимаешь, что можно как-то его и модифицировать. Сам процесс ткачества довольно трудоемкий – от натягивания нитей до прокладывания орнамента. Но Юрий, кажется, с закрытыми глазами может часами сидеть и плести браслеты, вдохновенно рассказывая об этом захватывающем ремесле. Ну, вот мы это называем бердочка. Небольшая рамка с продольными прорезями и дырочками, которая позволяет нитям двигаться, открывать так называемый зев. И уже через зев мы прокладываем нитку, то есть это вот и есть основа ткачества, когда нитка ткется. То есть она прокладывается, меняя нити местами. Основные узоры, которые я тку, я уже выучил наизусть. А так, обычно я пользуюсь схемами, просто на обычной клетчатой бумаге они нарисованы, либо на компьютере. Большинство схем я уже забил. В компьютер включаю и по компьютеру отслеживаю. То есть я вот прокинул и подтянул нитку. То же самое. И каждый раз я выбираю, почему называется брань, от слова «брать». То есть я какие-то нити беру вверх, а какие-то беру вниз. Юрий всегда стремится к чему-то новому. И ткачество не стало исключением. К интересным заказам брещанин всегда относится с азартом. Даже если сомневается, получится ли все с первого раза. У нас был спецзаказ. Я делал его, по-моему, около пяти или шести дней. Но это мы вплетали монету японскую, пять иен, в браслет белорусский, с белорусским орнаментом. И там, конечно, мы делали всего их три или четыре штуки. Но это был очень длительный процесс за счет некоторых технологических ухищрений. Семейная пара Юрия и Александры уже стали завсегдатами различных ярмарок, выставок и фестивалей, которые проходят не только в Бресте. Как говорится, и людей посмотреть, и себя показать. Кстати, посмотреть, во что гораздо близкие мастера, можно и на странице в Инстаграме «Пан Спарышка». Ведь эти ребята всегда готовы сделать любой аксессуар в белорусском стиле для вас или вашего дома.